Это я сейчас делаю такой очень необычный, наоборот, обычно необычный для меня заказ. По сути дела, вернувшись в далёкое-далёкое прошлое, когда я занимался гравюрой и вот подобной графикой ручной. Тут ценители вот такой тонкой ручной работы заказали мне эту картинку обновлённую. Сюжет этот, он известен, да, композиция эта вот уже есть. Контур, собственно, я перевёл, да, наполняю, насыщаю ручными своими штрихами и вижу в этом огромное удовольствие. С одной стороны удовольствие, да, удовольствие. Единственное, что мне в данном случае мешает, это то, что погода вон хорошая на улице. А я так привык уже ходить на пленэр. А раньше как-то у меня пленэра было меньше, когда я работал художником-иллюстратором, скажем так. Я не столько занимался именно пленэром, я это, конечно, ходил, но это не было моей основной работой. Другое дело, что сейчас я, собственно, только этим и занимаюсь, только и хожу по городу. А вот этот заказ меня вернул в моё прошлое, и я испытываю огромное ностальгическое удовольствие. Хотя, конечно, этот скрупулёзный труд по вырисовыванию этих шишков вручную, вот этим пёрышком номер один чертёжным, вообще это доставляет огромное удовольствие. Вот самое большое бы было удовольствие, если бы... Я жду, не дождусь, когда будет дожди. Вот этим заниматься в дождливую погоду, ну, вот сам Бог велел. Включаешь музыку, включаешь какое-то кино, слушаешь что-то, и вот так вот рисуешь. По сути дела медитируешь, да. У меня есть огромный набор перьев, ручек очень много. Корова, покажи. Вот. Но это не всё, далеко не всё, и перьев очень много, целая банка, большая жестяная банка перьев. Когда-то я знал в них толк, знал про них всё. Сейчас вот вспоминаю заново. И прихожу к интересному выводу. Размышляю, вот рисую и размышляю. Вообще вот рисование, да, это хороший способ думать. Ну, собственно, я и говорю, медитировать. Ну, когда делаешь эти штучки, во-первых, всё время себя соотносишь в этом листе. И то есть то, я в очередной раз убеждаюсь, что я сформулировал достаточно правильно своё понимание, ну, своё, может быть, для кого-то иное, понимание вообще искусства. Это самогармонизация. И вот каждый раз, проводя буквально каждый штришок, буквально каждый, ты думаешь о том, насколько он уместен, насколько это ложится в общую систему, соотносится большое и частное, контрасты и нюансы практически в каждом штрихе. Ну, это один из разделов каллиграфии, да. Вот это вот ручное рисование и именно графика. Вот именно графическое. Здесь очень много интересных философских нюансов. То, что часто многие воспринимают как такой вот кропотливый ручной труд, это одно. То есть вот эта физика движений – это один аспект. Но помимо физики движения, вот этих мелких движений, которые закладывают в человеке характер, способ мышления, помимо физики движения, еще существует философия этого рисунка, который заложен в законах искусства. А законы искусства, как я говорю, они для всех искусств, во-первых, одинаковы, а во-вторых, вообще по законам искусства построен мир, мироздание. И, собственно, рисуя, вот один из секретов, для чего люди рисуют. Мы занимаемся, ну, либо тренингом, тренируясь быть творцами, то есть богами, да, либо мы действительно являемся творцами и уже не играя создаем новую реальность. Интересный этот разговор. Вот в данном случае кто я – творец или ремесленник? Вот в подобной работе почти идеальное сочетание и ремесла, и творчества. Творчество здесь заключается в том, что я каждый раз, в каждом штрихе пытаюсь устанавливать и проповедовать, и отстаивать, и находить гармонические законы. Да, вот те самые гармонические законы, по которым... Ну, я сейчас про них не буду говорить, ладно, я отвлекся немножко. Я просто хотел рассказать про эту работу, которую я делаю, возможно, когда-нибудь и доделаю. Она, надо сказать, очень многодельная, интересная, но бесконечная. Ведь, собственно, я вот каждый раз... Меня заказчица поторапливает, в общем-то, она уже заждалась от меня этой работы, а я никак не могу отослать. А еще будучи по натуре по своей перфекционистом, да, я уже... Это второй или третий уже лист, да, который я делаю. Я сделал два, я их не показываю. Они мне... Ну, там я не нашел какую-то гармонию, там я в некоторых местах что-то испортил. Вот. И поэтому я их не показываю, и это как бы эскизные они оказались. Но вот мои заказчики, к сожалению, не понимают, наверное... Ну, понимают, они долготерпеливые, терпеливые, они ждут. Вот. Хотя они думают, что это я вот одну так не могу до сих пор сделать. Да нет же. Просто иногда не хочется даже признаваться, что я вот делал-делал и запорол, попросту говоря. А как можно здесь запороть? Ну, перетемнил, например, да. Нанес штрихи, которые оказались не по тому направлению, по которому ты хотел это сделать. Постоянно эти задачи решаешь. Вот надо вот здесь вот... До какой степени темноты надо вот здесь проводить штриховку. Вот это варьирование одним единственным элементом, вот такой вот штриховкой, да, она дает огромное многообразие в каком направлении, да, в какой тональности. И каждый раз выискиваешь эти ответы, и каждый раз рискуешь. Во-первых, рискуешь, а во-вторых, каждый раз делаешь какие-то открытия. И каждый раз обнаружишь, о, вот здесь я попал, вот здесь да, вот здесь удачно. Вот здесь это легло очень хорошо, да. Потом, может быть, зрители, заказчики не видят тех вот, как бы, нюансов, может быть, может быть... Ну, на мой взгляд, недостатков. Потому что я в каждом штрихе в этом вижу его качество. Вот здесь вот я провел, например, чуть-чуть толстовато. Вот здесь вот провел, например, в другом месте. Смотрю, что там я недоработал, начинаю добавлять, и вдруг обнаруживаю, что добавляя я там... Усугубил как-то, и сделал эту добавку неудачной. Или вот повел здесь штрихи под таким углом, потом их повернул под другим углом, и увидел, что вот этот угол, он не вписывается в мою гармоническую систему. В систему моей штриховки, моей стилистики в данном случае. И выбивается. Может быть, зритель это чувствует, но не объясняет, не может объяснить. В общем-то, работа, вот то, что называется нравится или не нравится, это критерий обывателя, и он имеет право на него. А я-то знаю, почему нравится и почему не нравится. Потому что я вот этот, один из этих миллионов штрихов, вот здесь вот, перетемнил, а вот здесь вот, я, может быть, его сделал корявым, вот, а здесь, может быть, в другом месте я не доработал. Вот здесь вот белые оставлять или не оставлять? Нет, конечно. Вот это сейчас все, это же все материальное, поэтому надо сейчас вот здесь вот... А причем здесь условно, это надо пустоту это как бы убирать. Хотя лист тоже играет свою роль изобразительную в этом... В этой системе. Он играет свою изобразительную роль. И вот это количество пятен, их количество, их размер, вариант их обработки, все вместе складывает то, что люди потом просто называют красиво. Но все эти движения, все эти линии имеют обоснования. Я их логически, внутренне, логически, эстетически, вплоть до физически, а для себя понимаю и объясняю, почему я провел вот здесь так, а не так. Почему я здесь взял, например, более толстый штрих, а здесь наклонил, например... Ну, это я сейчас не иллюстрирую словами то, что я рисую, я просто говорю по ходу. До какой степени... Вот надо здесь вот в черное превращать вот это пятно или не надо, да? Надо вот этот кусочек белого заштриховывать или все-таки где-то надо его оставить? Насколько это белое... Ну, белое это вот я называю то, что здесь фон находится, да? Насколько это белое находится в равновесии с тем черным вот этим пятном, например, да? Вот насколько вот эта линия вот здесь вот закончилась, правильно или неправильно? Вот этот штрешочек я здесь сделал сейчас, вот лишний, да? Я ее сейчас исправлю. Вот. Надо ли, например, вот то, что там во дворе, заштриховывать каким-то образом? Надо ли вот здесь... Да, ну надо, я вижу, здесь вот... Здесь надо все-таки чуть-чуть. Да, вот так вот забрать. А вот здесь не знаю пока. И я... То место, где я не знаю, я его откладываю, как бы... Я дальше работаю здесь вот, вот здесь вот. Вот здесь вот как штриховку положить? Так, 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 так или так? Надо подумать. Я вот сейчас вот не знаю ответ на этот вопрос. Надо ли штриховку вот здесь вот вообще? Надо или нет? Нет, поскольку этот дом стоит как бы вдалеке, вот этот домик, да? Да, и он уже теряет свои детали. Если я его сейчас пропишу точно так же, как это, да, то потеряется все-таки вот это чувство того, что вот это вот здесь на переднем плане, это на заднем. Причем это достигается не даже перспективой и не какими-то реалистичными приемами, а это ощущение достигается вот именно соотношением штрихов белого, черного и так далее. Интересный вопрос, а надо ли вообще здесь людей? У меня есть на все на это ответы. Вот ведь в чем дело. То есть то, чего многие не обращают внимания, они просто это принимают как данность. Вот надо вот это белое место зарабатывать. Здесь вот окно, да, должно быть, наверное. Ну давайте его нарисуем. Но это окно уже будет не такое прорисованное, как это, потому что это дальше. И так далее. Вот здесь вот есть штриховка, а там я не знаю, я, наверное, пока ее не буду делать. Вот здесь вот есть угол, обработанный вертикальными панелями, значит, он и там должен быть, да, вот он там вот так вот идет. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Огромное количество интересных вопросов и ответов. Который я могу рассказывать, рассказывать до бесконечности. Я думаю, вот эта дверь, да, как ее обработать? Какими панелями? Или добавлять орнаменту подобие вот этой двери, или делать ее самостоятельным каким-то орнаментом, или вообще без орнаментов. У нас есть двери простые такие, упрощенные. Ну вот я вот делаю вот такую вот вещь. Мне она кажется сейчас более логичной. И опять же, я это могу объяснить, почему. Ну я не довожу уж объяснение до полного. Там вот окно, вот у нас рама такая крестовая, да. Ну, значит, повторим здесь ее. Хотя это совсем не обязательно. Окна со временем менялись, рамы менялись. И они могли быть разнообразнее. Короче, интереснейшая работа. И маленький-маленький экскурс в эту работу. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...